И всем привет, я с тобой Калантайка, если что мы играем в роблокс игрушку под названием симулятор пчеловода или бис в арм симулятор. Сегодняшний ролик у нас будет продолжение прокачки, даже не знаю как это назвать, уже буст подписчика моего, субскрайбера Калантайки. И в сегодняшнем ролике я расскажу в принципе не так много, как хотелось бы. На самом деле просто не особо ты всего и успеваешь, и надеюсь, что мы сегодня, точнее не надеюсь, а 100%, мы сегодня получим наконец-то уже лепестковую палку. Просто дело в том, что это ключевой момент, когда после этого уже можно делать топовые вещи, например, как гамми маска или как сатуратор. Сатуратор, кстати, нужно посмотреть какие там бэджики нужны, мне еще и бэджики нужно выполнять, а это трендец как сложно будет. Так, тут нужно... А что я могу? А, я не могу его купить, у меня что-то не хватает. Мне кажется, там что-то надо было сделать. А, на этих хватает, блин, все забыл. Ма, грандмастера бэджа, 10 штук. Ой, это ужас. Это почти нереально, ребят. У меня мастера в принципе есть, можно их на грандмастер апнуть. Но это тяжело, это уже нужно будет выфармливать прям, прям вот выфармливать. Офигеть, я прям не хочу. Грандмастер, блин, мне ни одного поля нету, жалко. Жалко, что у меня грандмастера ни одного поля нет, хотя бы посмотрите. А, ну 10 тысяч, 5 миллиардов, офигеть. Да, все по 5 миллиардов. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Ну вот, понятно, тоже 5, 5. 5, 5, 5. И в конце только вот эти дофига. Окей, ладно, нужно тогда по полям. Ну, посчитать, ну, 10 полей-то будет, 9 точнее полей будет. Я думаю, все, мы сможем. По полям придется бегать и крафтить. Ой, как сложно будет. Потому что, я так понял, 55 миллиардов сейчас в наших реалий. Это вообще не сложно. Ну, это реально не сложно. Все остальное сложно. А сатуратора очень хочется. Потому что, ну, я уже замутился золотыми. А вот эти не хочу. Ну, не хочу эти, даймут, эти штучки, длючки и прочее-прочее. Итак, ладно, пойдем закрывать квест. По квесту, что мне там надо было делать? Последний донат сделать, 5 родэкстрактов. И, кстати, у меня еще один квест закроется сегодня точно. Это Star Journal. Это Анетта квест. Один из Анетта квестов. И еще один квест у меня закончится с Пильта. Это ивентовый квест. У меня откроется, наконец-то, Мэмори Матч Зимнее. Так что, можно за меня порадоваться. У меня тут осталось всего тоже один донат. Одну старую желейку. Поэтому, в этом сложности никакой нету. Выполнял этот квест максимально, несмотря на него. То есть, он у меня почти автоматически выполнился. Единственное, по донатам. Я просто так посмотрел. О, донаты. Или Cloud... О, Cloud View. Там, Винди где-то летает. Такой, бац, пойду поубиваю, поюзаю эти облачка. То есть, максимально спокойно, максимально вообще легко. Так, нам нужно редэкстра... Ага, я молодец. Я хитрого придумал. Я посмотрел, ты не посмотрел. Четыре штуки у меня всего. Канцел. Все, успел. Пойдем. Подожди, а у меня девятый есть? Нет, у меня нет девятого бокса. Окей. Нет и нет. Да и ладно. У меня... А, да, еще что я сегодня еще открою. Помимо всего, у меня еще один квест сегодня закроется. Это квест, по-моему, вот этот вот. Это у нас 26-й квест, а это значит, мне дадут второй переводчик. И это тоже очень важно. Я буду давать, скорее всего, либо синий, либо красный пчеле. Скорее всего, красный, потому что там, как бы, немножко полегче все это будет. Ну, квест немножко полегче. Плюс ко всему, там, помимо этого легкого квеста, отдают хорошую награду. Ну вот, так что, я думаю, я просто красному отдам. Плюс еще подарок там можно дать. Хороший, красный. Ну, то есть, достаточно хороший все. Так, и... А, в блендер нужно еще. Крафт. А, ну, ингредиент крафта, это легко. Это легко. Это, в принципе, ничего сложного нет. Так, одну штучку я сразу сделаю. И давайте... Нет, нельзя. Ну, давайте ойл. Ойл мне тоже понадобится. Потом пускай они просто делаются. Так, и теперь, получается, у нас остается... Вот сейчас палочку купим. И остается у нас ключевой. Это ногами маску. Тоже продемонстрирую, что нужно там будет сделать. И да, кстати, я купил новый слот. 44 слота у меня теперь, если что. У Нубика будет, наверное, 45. Но там 20 миллиардов надо. Ну, будет, думаю. Думаю, будет. Сейчас вот только прям миллиард потратим вместе с вами. А, там же полтора миллиарда еще надо. Да, там же еще полтора миллиарда надо. Так что, прям сейчас, наверное... А может, куплю? Может, он даст мне сейчас какое-то количество... Я что-то забыл, что палка еще стоит какое-то количество денежек. Забыл просто про это. Так, вот тут вот у нас мед получили. Так, хорошо. Ну, быстренько сейчас поднабьет. 200 миллионов. Это не так много. Так, долго говорим со спиртом медведем. Долго-долго-долго разговариваем. Разговариваем, разговариваем, разговариваем. И... 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 Ну... Я устал уже с ним разговаривать. Так, 100 тысяч... Одно... 100 миллионов не хватает. 100 тысяч, 100 миллионов, точнее. Он мне дал. Так, что мне нужно? Полтора-два миллиона. Итак, все, накопил уже. Все, мне хватает, наверное, на все ингредиенты. О, там гамми. Не-не, пойдем гамми залутаем. Гамми, 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 гамми. Где она? А где она? Вот она. Гамми, это прям очень важно. Это как раз сейчас плавно перетекаем на то, как, скорее всего, я буду делать гаммдропы. Это, если что, крафтить в магазине. В... Не в магазине, ну, в том магазине. В медовом магазине. Крафтить из всех ингредиентов. Там три ингредиента, кроме, по-моему, семечек нужно. Это ананасы, блуберри и клубника. Клубника, да, сраббаря. Вот. И просто это дешево, на самом деле. Плюс еще у меня, кстати, у меня уже 700 тикетов. Можно сегодня будет накопить на стар печеньку. Это достаточно будет легко, так как у меня тикеты достаточно еще дешево стоят. То есть можно это просто заморочиться и накопить на стар печеньку сегодня. И кого-нибудь одарить. Плюс еще попробовать надо мишками, джинджер-мишками. Одарить кого-нибудь. Я так еще никого еще ни разу не одарил. Хорош, клей один собрал. Так, не особо будем мешать. Это все-таки не наш. Но мы завалили. О, второй клей. Хорош. Уже неплохо. Не зря пошли. Не зря. Не зря. Вообще ни разу. Два клея, это уже хорошо. Там, кстати, по ингредиентам все достаточно просто легко. Очень легко. То есть там клея немного нужно. 250, по-моему. У меня уже 90. Нужно... Что там? Ойлов 100, по-моему. Энзимов 100. И вот с энзимами у меня будут беды. И глиттеров 100. Но это тоже не особо проблема. Так, а я куда-то зачем-то наверх поигу. Ну, ладно. Забежал и забежал. Теперь бежим уже за палочкой. О, мэмори-мач. Там что, по квесту надо мэмори-мач играть? Так. У него всегда очень хороший мэмори-мач. Я не помню. Вот тут, блин. Ну, все. Проиграл. Все проиграл, блин. Такие хорошие мэмори-мачи вообще. Вот это когда он свои дает. Так. А там по квесту, наверное, да, мэмори-мач играть? Да, мэмори-мач выиграть. Окей. Хорошо. Так, и бежим покупать наконец-то первую палочку. Это, на самом деле, самый удобный способ, куда потратить первый лепесток. Так как пояс очень дорогой. Он по ингредиентам дорогой. И, как бы, жалко на него. Можно позже купить. А, ну, петал-плантер, понятно, это не тут. А винди, а винди-пчела очень тяжело выбить. Очень долго ее выбивать. И это очень дезморалит, на самом деле, в игре. Поэтому лучше всего это палочка и петал-вант. И мне, наконец-то, у меня появилась эта палочка. Теперь бежим уже, посмотрим, наконец-то. А, давайте, нет. Блин, я хотел полтора... Хорошо, что я не закупил роялками. Ой, я прям очень довольный, что я роялочками не закупился. И у меня, кстати, нету старжелейки. Я вовремя сделал, что... Как бы, не тратил старжелейку. Потому что я думал, что за последний квест точно нам дадут одну старжелейку. Я был уверен почему-то. Но за последний квест не дали старжелейку. И все замечательно. Просто произошло, как произошло. То есть мне теперь одну старжелейку осталось намутить на квест. Так, забежали. У меня тут все юзнуто. Так, смотрим. И на этом уже финале. Гамми маска. У нас 250 всего лишь клея. То есть это реально немного. С учетом того, что у меня уже соточка да есть. Ну, образно соточка. Так как у меня еще гамм-дроппинг есть. Вот. И 90 клея. Вот. Соточка есть. Остается 100 энзимов. А вот это уже проблема. 90 штук надо. Это сложно. И 100 ойлов, которые осталось там. Ну, вот эта фигня. Это немного. И глиттеров еще осталось 100 штук. А это тоже очень сложно. Так как их крафтить не очень хочется. Ну, тратить именно роски на это. Хотя у меня 58 росков. Почему бы не потратить? Мунчармов 618. Пойдем посмотрим, сколько мы сможем сделать. Я все? Да, блин. Я, видите, юзнулся. А, него. Нормально. Вышел. Офигеть. Первый раз такое. Обычно из магазина не получается выйти, если ты уже ресетнулся. Ладно. У меня получилось выйти из магазина. Он, наверное, видать, поправил какую-то вот эту штучку. Свою. Анетовскую. Так. У меня один только успел сделать свой. Мы что делаем? Мы делаем с вами глиттера. Очень много. Количество штук по максималочке. Потому что я не особо хочу ролить амулет. Лунный. 24 штуки я могу сделать максимально. Это не так много. Точнее, я бы сказал, даже это мало. 24 плюс 23 у меня будет там 47 штук. Окей. Можно будет добрать. А вот откуда, правда, пока непонятно. Ну, в Индии у нас очень много глиттеров дает. Но она ежедневку. Поэтому сегодня я точно буду без гамми маски. Ну, в общем, вот такие вот дела. Ну, а осталось мне по минималочке. Это вот глиттеры. Еще один гамми. Ты глянь, какая. Это моя випка, кстати. Это я, это моя. Вот так вот, да. Если что, эта випка доступна всем друзьям. Абсолютно всем друзьям, кто. Тем ребятам, которые в друзьях. Так что она в свободном доступе. А добавляет в друзья, если что, только спонсоров. Офигеть как. Ладно, можно уже попрощаться. С тобой был Калантайка. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарии. И всем, ребят, пока-пока.